у нас есть антон вот что у вас тут было рассказывайте ну это вот этот гель это гель ну не гель а что это такое такая масса ладно хорошо остальные давно отвалились вот эти вот неделю они сами отваливаются 4 штуки я с собой привезла короче американскую систему наращивания может быть вы с ней знакомы это когда приклеивают цельноразмерные гелевые ногти на гель не делали такое я знаю что в америке жилья почитал чуть-чуть погубил не слышала не слышали выкачет очень быстрый способ наращивания красивые идеальная архитектура я работаю во всех техниках но так как у нам ценно время нужно сделать все быстрее и очень красиво я выбрала такой какую длину вы хотите знаете сначала сделать длиннее лучше среднее ну вот наверное побольше чем вот эта длина капельку капельку побольше чем это для нас сейчас любом случае все уберем это некрасивая это старая кстати сколько вот этим ногтям дни не помните сколько наверное месяц как-то так месяц у вас так ногти медленно растут прям даже расстояние не отросло вообще нисколько здесь этот раз ну чуть чуть-чуть за месяц у людей вообще вот так отрастают меньше менять надо да зато у моей дочки очень быстро раз да а дочки сколько лет а ну она маленькая конечно детей все растет как на дрожжах ногти она любит ногти красить она за маму повторяю ногти все но моей семьи и я тоже покрасила и волосы в ядреный цвет в первый класс довольная была нет она выгорела на план два месяца на море она приехала просто беленькая а у меня сестренка колористов я бурцари какая база классная ему как и шарахнули ну прямые пигменты они не вредные и быстро смывается достаточно поэтому она у меня пошла ярко в школу причем я думал я думаю она одна такая будет не там пацаны с зелеными синими это настолько сейчас уже даже у школьников актуально еще год назад это было странно а сейчас прямо вообще я к шуме нет волос не ногтям господь конечно тем более вот эти пигменты я же говорю они вообще такие они больше как ход вот это вот то что у меня на волосах то есть ну понятно осветленная база естественно а все остальное просто с бальгамом смешивать цвет это подмылся он уже подмылся я вот уже отросла я просто не успела покрасить корня обычно я прям такая ядрена персиковая мне очень нравится цвет я тоже ходила розовая все всегда я видела я посмотрела инстаграм все посмотрела сейчас могла я как обычно с репертуаре честно я про вас ничего не знаю вот вообще нет но я знаю песни которые популярные сами и самые такие ну а вот то что вы там вы жили в америке оказывается какое-то время да вот сейчас недавно относительно вернулись но я посмотрела так это ролик которые были клипа зашла посмотрела ну вот видимо то что вы там до снимали потому что видно что какие-то они другие вот не как у нас снимают ну смотришь что если там какие-то там снимали все такие красочные прям вот похоже что-то акрил вам в лампе не сушили да вот этом сушили жили ну это как же называется фаз гель но на так как акрилатик где да я поняла у вас есть свой мастер ну прям которому вы постоянно ходите у меня две девочки в москве в америке все попадали попадая к своей то я там стараюсь как-то не вообще никуда не ходить в каком городе вы там живете в америке в лос-анджелесе но сейчас я поеду в майами а в лос-анджелесе там по-моему эти на лс они наши открылись не были в этом у них я слышала девочки открыли хорошие салоны все мне кажется нужно к мастеру идти нет русские салоны хорошие нет русские говорят вообще в америке пользуются прямо на такой популярность должны эти вы были одни китайские и это было прям совсем стресс большой большой стресс потому что они просто делают чтобы сделать но не только это просто элементарно волнуешься за гигиену она это да это первый раз пришла в салон ногтевой все китайские не то что основном потом японцы появились еще более-менее делать но все салоны были там пять лет назад точно все китайские но они там страдают это это просто жутом не можешь расслабиться чем там надо чтобы быстро они все хотят сделать качество никто не смотрят а еще в америке я знаю есть такой прикол я сначала думал что они мне все пишут типа что у тебя у тебя есть лицензии здесь лицензии оказывается там чтобы срезать кутикулу тебе нужна медлицензия ну как бы официально поставь сюда куда-нибудь чтобы точно хватило насколько это правда и насколько это люди соблюдаются идея душа но мы разговариваем про лицензию в америке на стресс кутикулы она же жила на все знаете там чуть не нужна лицензия но и не знаю как получает эту лицензию но что мне до рождения наверное нет нет мастера там просто ужасно они не по вторым элементарх понятий я говорю про китайский понятия нет гигиены такой сидишь и просто смотришь за мастером а нельзя там не бросила шпилку на пол да куда-нибудь в грязь ты будешь смеяться как она делает педикер у него эта ванночка лежит на полу по вообще не чистый ни разу я на первых пришла у меня был шок такой америки получше нет это раньше сейчас появились русские зашли до на рынок они это шофер там наведут смекнули видимо наши девчонки что туда надо ехать и деньги там зарабатывать там же еще стоит это очень дорого ну как бы на русские деньги имеют вот сколько маникюр так же ну вот сколько у нас там не так и ликюр тоже где-то 56 там больше да ну это московские цены ну да я-то рассуждаю с точки зрения так скажем но не провинции но мы сказали вообще то есть мы не местные мы понаехали да мы приезжаем сюда работаем и уезжаем неделю три-четыре дня там плюс-минус и у нас в рамках нашего города это дорого считается ну как всегда в центре дороги бога возле зимой нет никакого нужна идея подряд у вас не могу спирить не стереть и будем дорабатывать напишу им сегодня не знаю что прямо что чтобы они всем не отвалятся и потом я иду уже а то есть вы не снимаете как никогда ну вот прям чтобы совсем такое снимать снимать не материал меня получается что я сама его снимаю а вот вы знаете что когда вы самостоятельно снимаете вы снимаете верхний дарсальный слой ногтя ногтевая пластина она состоит из слоев много-много-много чешуйками слоя еще очень недолго ногти держится сейчас вы как раз к этому веду у меня раньше и я в принципе начала наращивание было я вот так это двигаю не только когда появились вот эти вот средства геля что-то эти типсы помню давно удастил они мне отваливались там на третий день тип сюда сейчас совсем другие технологии и другие возможности да мы будем делать то что я задумала как она мне все это объяснила но единственное что мы сделаем покороче потому что видимо планируется какая-то поездка и нужны более более носибельные ногти блестяще там и сделано ничего не помешает там нужно что-то делать руками в поезд жить наверно ну да ну когда я иду там одна с ребенком чемодан ну да вот точно это фаст гель до которым он делал я хочу найти этом сразу я хочу их найти у них гель вообще не спиливается это копера жизни вижу это приехали оттуда не 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 у нее тут есть девчонки я знаю серию гель и они такие полуакриловая просто они быстро делаются по сравнению с другими гелем наращивают там это да арочное моделирование ногтей вот такой прям красиво это ваша получается это нужно огромный толстый слой потому что а вот эти фаст гели давание шик 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 они уже с цветом идут ну да это удобно можно не украсить это уже очень много времени конечно конечно а сейчас сидят частные базы цветные топ цветные гели сейчас я уже цветной что прям вообще супер супер к минимуму все сократить потому что время это деньги только не купишь так длину полностью убираем ну так вот тот момент когда вы получается снимаете ноготь ну вот он вас вы говорите зацепился пошел-пошел и раз вы его сняли вы снимаете верхний слой ногтевой пластины вот этот дарсальный так называемый который отвечает свою очередь за сцепку то есть если посмотреть на ноготочек то видно такие как бахромушечки да видно слоями ну да расслоение такое то есть вот верхняя часть я же не могу ходить с этим не такие специальные щипцы есть толстые которые я боюсь представить как они выглядят профессиональные которые срезают вот эти карты ну да и сцене купила чтобы если что-то много стал отходить даже неприятности я просто их обрезаю максимально кормят ноготочки становятся мягкие достаточно мои нормальные нога ну все равно ваш наверняка тверже был до того как вы оторвали прям вот он всегда такой вас на у меня такие то есть эластичные ногтевая пластина своей от природы поэтому и держится на чуть-чуть расслабляемся выдыхаем это мои ногти абсолютно мои ногти на такие значит он просто надо чаще делать начальше тоже наверно не получается добеду в нехватке времени но это проблематично мне кажется сейчас у всех людей плотный график сейчас везде во всем плотный у нас еще свободный что график мы вообще не рядом нигде ничего не ночью лунные плотники мы перевозили недавно студию из нового помещения в другое и не закрылись при этом мы просто ночью а там 500 квадратов на секундочку последний рабочий день в старом помещении его сдать арендатором а следующий рабочий должен был начаться в новом помещении соответственно приезжая с 21 30 до 4 утра уже потом дал бы сюда переноситель был просто соседний дом тоже не первый такой переезд как периодически меняем помещение нормальное явление я чуть-чуть вот так положу ручку москве не обоснуйтесь что я тоже вот пожила уже в москве в свое время москва для меня очень такая суетная я люблю казань ну большую ступень мы уже сюда не перевезем 27 мастеров всех не есть мастера которые что более стабильный да нормальный бизнес получается возможно сюда там как-то друзья родители вот это вот вся история да вот так вполне достаточно ну фаст гель блин найду я вас зато это один из немногих материалов который держится на моих ногтях я вам больше скажу он еще и на кутикуле хорошо держится мне вот вы клей не подклеивать фирменное снятие за 7 минут сегодня ропнуло как горим кашу возле есть youtube канал да есть мы же видели с тобой забыл я просит ссылку на сашины координаты instagram youtube канал ну так ссылочку бросить я вновь его все в описании поставим у меня есть мой основной аккаунт я сейчас сделала специально русскоязычный то что у меня очень какая-то такая получалась но вот этот городе вы это какой и это мы сейчас про youtube говорить смотрите короче раньше я была просто саша вот эту историю надо рассказать обязательно что там как это все было сначала кто-то живут кто-то из подписчиков по ним вообще не знаю давай начнем с того что мы сами ничего не знаем почему то что мы узнали это очень поверхностно достаточно давно то есть первые там да ну то есть песни которые народ знает здесь меня как певица саша вот почему удаляется перепутать там с кем-то еще но я сейчас даже скажу с кем саши project потому что я такая игра в смысле это не один и тот же человек ну я извиняюсь конечно но как бы очень такая но просто там тоже девочка была какая-то светленькая вот когда то тогда вот она я не знаю она сейчас есть и был суд на самом деле это девочка а то есть проект начали как бы когда я поссорилась со своим бойфрендом да и я подала в суд потому что она буквально ездила открывала за вас да я подала у нее в суд а то есть не просто так мы путаем да то есть были они делают все чтобы путали прям вот это у них получилось ё-моё потому что я до вчерашнего дня мне говорят ты чё это же это же разный но песни все равно не перепутать как бы вот у меня есть решение суда где ей то есть ее даже не саша салтезу так сама кабунина а даже так она поменяла имя в паспорте но суду ну в суду было все равно как бы уже не другие совершенно аргументы работают ей запретили назвать саша и называлась саша project весь этот проект существовал начинался исключительно в отместку мне потому что я скажем так ушла от одного человека который решил меня отомстить когда я приехал в америку сейчас такое там то есть я продолжала датусь там выпускала песни у меня были песни в billboard вообще там относятся вот к русским ну как бы исполнительно как сказать исполнителем что ли ну типа там не горит по наехали из россии или наоборот любят русских америке там и серия там может акцент есть нам что-то такое-то не играть спокойно спокойно потому что в америке это вообще вся страна иммигрантов так-то да там же американцев то в принципе не существует они уже кончились они их истребили успешно поэтому коренных нету вот и точно начала выступать то просто саша в гугле это было бы просто совершенно незаметно причем когда вводишь и ну там и массаж постоянно выскакивают какие-то не знаю там топор на сайт и порно завелась на сервера или популярной в этой индустрии не знаю я поняла что мне нужно добавлять фамилию иначе как бы я умеет будет как свой бренд не не обособить не даже назад и я в нее жила дружилась до сих пор дружу просто они сейчас там я большей части здесь я сняла я просто радуюсь да с дизайнерами в такими креативными чуваками они просто мне давали такую кличку вообще градива это ну как гра и дива наверное нет не ради вы играться я уж там гранизива это такая была римская богиня которая была ну то есть ее такое было свойство на там ходила через стены и у все импрессионисты в двадцатом веке в том числе сальвадор дали считали ее своей музой то есть они даже раньше говорили там не муза а просто заменяли своему заградивы и нарицательные до получалось у нее называл городе вы русская короче вот они придумали такое псевдоним и самое интересное что это было не занято то есть в двадцатом веке возможно что как бы слово которое что-то означало не было не занято это не был какой-то бренд это не было какая-то там не знаю я не успел поднять нет но это очень но совершенно не чудесным образом то что это невозможно никак нет таких слов я подумал может быть городе его это фамилия ну так это прикинула так вся фамилия антонова даже даже не рядом вот короче у меня стали назвать градивы и я так и оставила саша градива и кстати самое интересное что как только я поменяла ну скажем так официально да сделала добавила к своему имени градива в этот же год мы пошли ну нас пригласили в качестве гостей на премию грэми и все вот случился этот узнаваемость нельзя вы видели в google если в google забьете грэми гангерл не видели не видели не видели мы отличаемся тем что мы не в курсе что происходит сейчас покажу сейчас вот и узнаем нас будет лучшим из первых уст технические вопросы сегодня не будем не давай не будем давали еще не спокойно такой эфир да да все все ссылки там все будет в описании а мы сейчас будем узнавать про грэми в общем не грузится тут интернет в общем вот это вот кстати в россии тоже это было это фотография облетела я видел все сми это было это как будто просто какая-то зарубежная там какая-то знаменитость то есть ассоциативного ряда нет но виду того что я нет в прошлом году яху внес то есть он опубликовал 20 самых памятных моментов в истории грэми и я ваша шла в этот до в эту историю я просто когда это все вижу я обычно маникюру разглядываю педикюру у меня же свои заморочки там такого на смотришь сегодня мне кажется он тоже уже рассматривает маникюры я уже да я уже настолько погрузился в эту техническую часть маникюру что иногда прямым эфире какой-то какие-то задают вопросам как он отвечает сам я ты уже знаешься это получается какой год был этот грэмми это 2012 и потом что происходило и все это вот прям такой был момент я запомнилась наградила пришла с пистолетом вместо руки я приходила туда то есть мой как бы пиарщик да он делал мне пригласительные там я приходила туда несколько лет у меня тут интересно как это работает фотография появляется все но когда пришла в этом костюме вот все вся пресса что было не все ринулись ко мне на следующее утро ну реально это было вообще во всех серии проснул знаменитые да ну как бы начинают хотеть интервью они наверняка пытались увидеть какой-нибудь там скрытый смысл послание людям ли еще что-нибудь такое нет это было своего рода акция да то есть это кто придумал это я придумала мой менеджер не хотел вообще чтобы я так шла с ума сошла а нас еще год кстати хэллоуин сделали костюмы такие это стало да в этих фэшн блогах они стали назвать барби термин она же первое все запомнили все равно это уже в угле это никуда не денется у меня есть имя нарицательное можно саша градила вести латинский а можно грэмми гангер и не будет то же самое то же самое такой вопрос когда дали галочку в инстаграм давно просто так сама по себе появилась или прям нужно что-то делать на тот момент это было вообще очень сложно это тоже пиарщик занимался этим там прислали документ еще доказывал что почему я саша а в паспорте александр ну ладно типа фамилия у нее там псевдоним а почему на александр в паспорте они не понимают саша и александр ну как бы разные имена это у нас одно и то же то есть у них есть какой-то который принимает эти документы вот этот но на тот момент просто был контакт кто-то работал там как-то если честно я даже не мне кажется сейчас этим намного легче пока еще нет они сейчас просто должны убедиться что человек действительно публичное что вода то что в эту галочку всем ну вот у меня например в моей сфере у меня в одной ютубе есть эта синяя галочка все хорошо но инстаграм со мной не хочет согласиться а вот сейчас мы работаем надо тик током и дзеном то есть почему инста я уже замучилась отправлять туда запросы но вообще в нашей сфере эти галочек ни у кого нет то есть мы не считаемся там каким-то там даже если там нет если вы создадите бренд то у бренда может быть галочка то есть я так понимаю что у них есть критерий эксклюзивности и публичности я не знаю начну ну я на что-то брендов есть то есть им даю галочку если у вас есть компания которая оформлена на нее есть документы и она в принципе уже на слуху людей то наверное так будем думать будем проломывать головой стены просто мы же персонал но кстати в америке есть очень многие визажисты колористы которые уже сами по себе стали эти да и ведут именно ногтевики это считается ну таким каким то есть есть я знаю там некоторых я знаю тома батчика который дженнифер лобс вот делать ногти сирене гомес вот такой вот ну так все ногти делаешь нового есть все равно какая-то они что в первую очередь будут там какие-то свои американские он работает селебрити и видимо поэтому у него есть это вот галочка такой интересный товарищ как он делает он тоже типс им просто клеивает на ковровую дорожку там к платье вот это все подбирает если они одноразово просто на двусторонний скотч они сажаются эти типики но штука прикольная на самом деле на фотосет например когда нужно чтобы пять часов не сидеть на маникюр расти все подготовили пришла прилепили отход к лурова если бы тип сидел и прям под твои ногти ну а мы сейчас так и сделаем они же там же подбираются размеры все это все тело да я сейчас покажу еще сразу и они появятся сейчас только еще вам что можно сделать кутику вы почищу будет такой ну как сервис допустим вы там не знаю каким-то образом замеряете знаете я бы скажу такие сервисы и сервисы есть саш моя могу замерить могу эти ногти высылать почты если нужно замер делать кстати очень легко сейчас объясню как то есть берется вот ноготь клеится скотч малярные ну предположим до бумажный вклеивается вот чтобы зашел по всему по всему ногтю дальше по широкой части маркером рисуется полосочка скотч наклеивается на стол измеряется сантиметра это есть размер ногти все все уже придумано нет а вот как у всех же разное каждый каждый ноготь на дуга ну просто фоткаешь но здесь натуральная арка здесь ничего такого нет а это ну нет настолько точно не сделаешь то есть те ногти которые наклеиваются вот так вот куда-то на выход они более-менее стандартные вот всем это присыпка дегидрирующая чтобы в пресса не забивались это наконец-то профессиональный инструмент для мастера раньше все пользовались детской присыпкой для коп до берегу шок специально сейчас наконец-то начинает все выходить для мастеров маникюра то есть фрезы это раньше были зубы технически да мы воровали у стоматологов все да 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 они до сих пор стоят вот те которые коронки это сделают они ими опиливают до сих пор вот прям точно такие же аппарат теперь на которыми зубы сверлить конечно они уже другие фреза именно маникюр разрабатывают уже новую совсем еще кстати до недавнего времени в америке нельзя нельзя было запрещено было пользоваться да вообще непонятно ну потому что а я сейчас а я сейчас объясню такой машинкой можно убить человека что можно нанести такую травму ногтю от которой потом уже ничего не поможет то есть если ты не умеешь пользоваться таким оборудованием это гранат в твоих руках мне кажется и ножницы гранатов ну конечно нет конечно конечно видимо там были какие-то может быть случились что-то еще мастер набрасывался я просто как инструктор могу сказать что при неправильной установки фрезы и аппарата то может быть беда то есть травма может остаться на всю жизнь ноготь будет расти кривой дырявы и так далее ну это редко конечно но я была в москве была девочка она тут была не в себе не там уже случилось она не делала айбл еще дело зимой а зимой у меня просто я сколько я приводы это просто уже такая особенно тонкая кожа и зимой очень сухая ну как мы может быть я не особо дисциплинированной скажем так не каждый вечер и там это маслицы ну просто еще такой момент перчатки например мы тоже там 5 минут добежать а я только в машину прыгнуть а на самом деле кожа заветривается раз и все да да все как-то лицо мы еще бережем туда-сюда на кутикулу овощи все давно положили ну девочку какой-то такой вот еще тоньше что-то мне там пилила пилила и она митка в кожу прямо ну то есть рядом с кутикулой там до крови и вот поэтому является что это опасное устройство но я ушла сразу больше всего 5000 оборотов и там пока начали не чихать в этот момент ну допустим это тупая курица а подожди да мы не дожди и это куда-то сторону и вот и по большому счету как бы все то есть говорят да что имя влияет каким-то образом насколько я там уже было надо дать потому комбинацию букв там вот этого цифры какие-то этой серии нумерология что типа сменил и может что-то поменяться в жизни мне кажется что-то такое но для меня фонетически тоже не знаю я чувствовала что мне нужно там какую-то фамилию чтобы были согласны и гласные дтг жесткий то что саша это все такое шипящие вот такое все и буквально там через два месяца это совершенно другая эпоха началась для меня то есть меня там стали приглашать на шоу я поехала в тур по всей Америке просто такие структуру и публика телевизионные всякие там гостям да да они платят за это деньги смотря где а то есть зависит от шоу ну да да вообще нет как бы шоу то есть персонажа ну опять же смотри что если ты там приносишь в какой-то скандал я уверена что за какой-то эксклюзив да который они понимают что это привлечет народ я думаю конечно там большим звездам платят наверное да в любом случае это просто плюс плюс больше к известности с каждым шоу но по большому счету я стала таким как бы не чужеродным элементом в их шоу-бизнесе то что по большому счету у них там есть европейцы которых они достигли успеха они что-то сделали у них есть там канавцы австралийцы но русских вот именно в поп-культуре они абсолютно мне кажется до сих пор как-то игнорируют ну как бы мы для них ну давайте будем честными все-таки что касается музыки то американцы и англичане впереди планеты всей почему ну битлс но майкл джексон ну как так но но элвис пресс но фрэнк синатра джордж майкл я могу бесконечно продолжить этот список у нас есть талантливые певцы и композитора это скажу точно для того чтобы случился нужно очень благоприятная атмосфера нужны благоприятные условия у нас пока что все равно не совсем профессионально к этому относится а какие условия были у мэрка или у джексона к примеру какие было то есть ребенок с пяти лет там да там отец дрессировал туда-сюда сейчас она становится только профессиональной где реально рекорд лейблы скажем так руководствуются профессиональными критериями выборе исполнителя которого они хотят да там продюсировать до недавнего времени это было вот скажем на сообщество людей которые там грубо говоря себе давали пропуск или не давали то есть есть да такое ну раньше было такое совершенно точно независимо от таланта ты мог ну как бы даже стал дофига талантливый а могли не пропустить просто потому что нет связи или продюсером раньше конечно же мне было не знали продюсеры и без них ты никак не попадешь в моем случае да вот серьезно но даже в те времена когда я начинала да это как ну ты мог пойти на утреннюю звезду конечно ну и все и дальше и и что там появляется и талантливые люди но дальше все равно их никто не берет потому что раньше все равно у нас было там ты чей-то брат сват жена муж вот такое вот все было мне кажется юрий шмилич чуть ли не единственный кто реально там ну да были прослушивания могли тебя в группу там какую-то взять и такие группы были но так чтобы конкретно да там какой-то личность была интересна то есть артист был интересен как личность раньше ну да согласна а кто вот из зарубежных исполнителей больше всего импонирует живых или мертвых на принципе библия по музыке это джордж майкл майкл джексон я знала я знала что у нее есть вкус ну это прям ну как быть невозможно игнорировать это люди скажем так поменявшие вообще цвет индустрию сделали такую вкладку из современных очень дуали понравится но дуали по послушать вокально как бы в плане выступлений мне кажется пока она еще не совсем скажем почувствовала что к чему русская публика американская сильно отличается очень кардинально а в чем в чем их различия вы смотрите у меня в россии было сколько выпущено там 11 клипов 4 из которых вот три сингла у меня были мультиплатинами всех знают все и уверен что поставим эти песни и вы сейчас я даже могу предположить что это просто дождь да наверное потом сейчас вчера я служила я сейчас вспомню да вот не получилось не срослось вот эти песни мы практически ну там не знаю по крайней мере люди которые были послушать еще раз одни и знают при этом концерты которые давали здесь то есть ты приезжаешь на концерт и люди по-разному реагируют причем чем как бы проще да люди то есть ты идешь там не знаю какой-то день города очень хорошо встречают какие-то площадки где реально реальные слушатели если это какая-то аудитория я не знаю это какой-то так называемый заказник то есть люди там сидят за столами ну они мне кажется просто уважение нет даже к артисту вы пригласили вы заплатили большие деньги вы заплатили большие деньги наслаждайтесь то есть это вот какое-то такое жлобство дайте я закажу дорогого артиста он ко мне придет на день рождения а я пойду покажу всем видом что типа да она мне не нужна вовсе тут то есть что это такое это даже не как бы не не воспитанность это жлобство другими словами это как это рабская психология ну сразу они думают о я могу себе позволить я купил да да там его такие моменты но опять же говорю да то есть чем скажем так проще люди тем приятнее перед ними выступать так вот скажем в америке чем отличается у них культура отношения к артисту да на две головы выше старше у них в принципе сушки у нас в россии были еще опасное право в европе уже метро поехала первое то есть ну какая то все все равно вот какая то вот есть да такая но ощущение что мы даже не знаю как сказать в социальном что ли развития чуть-чуть отстала отстаем а вот там я делала тур да по клубам там и фестивалям я выхожу на сцену меня не знают и для них новый артист я пою песни которые они не знают то есть да вот разница здесь хиты которые вся страна пела а там просто никто не знает они так реагируют то есть их внимание все на тебя у них это в америке вообще им свойственно этот постоянно в восторг какой-то они до всего у них все о май гад и тому и так далее то есть они от я сколько смотрю здесь по крайне ничего нет лишь сказал что зависит он держит открытому просто можно продолжить в россии он еще сейчас это работает или нет так саш можно ручку какую-нибудь это туда какой не жалко лишь так смотрела на короткий типс и думал взять не взять надо было взять мне сказали нужны самое прям вот максимально такие эти прям наклеиваются да короче сейчас объясню вот эти типсы это американский бренд их заказываешь к самой калифорнии мучаюсь но заказываем он несут короче они чем примечательна тем что они полностью сделаны из геля и крепится на гель они на клей то есть это монолитная цельная конструкция из геля на такую быстро это вообще круто я когда ты раз увидела я думаю были нам это надо их еле заказала картинки давай перезайдем зачем нам эфир давай перезайдем кто-то смотрит закал